всем хорошего дня совместный настройщик лёха и сегодня расскажу как я возводил коробку от фундамента до крыши в конце видео будет представлена смета на данную сборку ну погнали друзья перед началом ролика хочу посетить вам канал дениса называется канал ближе к природе в нем указывает все свои этапы строительства от покупки участка друзей не дома очень интересный проект который заинтересует своей необычностью всем к просмотру ссылка на канал будет в описании свою весеннюю стройку я начал с того что стал исправить ошибки которые совершил зимой а именно когда зимой я принимал утно за блоки я бездумно разгрузил их по всей площади фундамента не по всей а то куда хватило стрелы не продумав наперед что когда буду возводить стену не все палеты придется двигать естественно чем я занимался крым так почти неделю это таскал блоки с доме с на другие чтобы отступить от края полметра поставки отступил от края полметра я положил гидроизоляцию теперь нужно все подготовить того чтобы сделать стяжку нанесению первого ряда первый ряд делается на цементно-песчаный раствор в этот цементно-песчаный раствор необходимо положить сетку а так как вы знаете в предыдущем видео я еще и накосячил у меня получилось что первый ряд еще был перепады где-то на нижней точке прослочится на 14 сантиметров это было как-то исправлять поэтому я добавил и арматуры и сетки и цемента ну вот настала 1 мая и 1 мая столожить свой первый блок в отличие от всех роликов на ю тубе как специалисты легко и писакова труда уже первый ряд это не про меня свой первый ряд напомню что у меня 10 на 10 то есть 40 метров погонных я ложил 5 дней 5 рабочих дней я убил чтобы все это положить я использовал нитку которая натягивала первый последний блок и между ними нужно было ровно вложить блоки блоками настолько ровно легли что под после долги положил первый ряд полноценно не просто где-то пол сантиметра стачивать ровно не получилось поэтому полностью на первый ряд с армировкой я потратил где-то неделю времени у то первый ряд я довел до идеала хоть и накосячил фундаментом и под конец я уже сделал штробу которая то есть будут отривить арматуру да кстати перед тем как мы продолжим хочу напомнить что блоки весят где-то 50 килограмм и очень большая нагрузка на спину поэтому берегите спину либо занимаетесь на перекладине растягив позвоночник либо носите пояс поддерживать специальный пояс чтобы не сорвать спину и так продолжим газоблок я вложил по рекомендации именно на клей не на пену перед тем положить блок я их увлажнял это многие говорят зачем просто если нанести сначала клей и просто положить блок без смачивания получается вся влага из клея уйдет в блоки и схватывание клея с блоком будет хуже потому что влаги почти не будет а если же смазать все это водой то схватка будет как положено да как мы помним по инструкции блок точнее блок с клеем застывает 21 день а вот если нас на сухую делать то быстрее но и нас вот мне будет уже первые несколько дней скажем так даже не дней а первые пять рядов давалось это очень тяжело так кест начинающий строитель за кельму шпатель и блок платился первый раз у меня все получилось медленно и скажем так коряво я до того доходило что же ему просто идеально блок и ровно положить не приходилось стучать с киянкой буквально там по полминуты чтобы довести до идеала самый момент был это вот такие пазы то есть заканчивать ряд просто бросать туда готовый блочек уже это научился на втором ряде это было самое приятное вот ложить вкладку ровно пока никак не получалось позже уже сам додумался что в принципе скорость кладки можно ускорить если заранее подготовить себе и блоки и раствор все поставим около себя а не бегать всему фундаменту по всему участку чтобы подтащить блок но скорость конечно незначительного растала но все-таки помогала армировал я получается первый ряд потом 4 а потом через один потому что не было бы излишки арматуры да и дело для себя поэтому лишним это не будет по инструкции арматуру нужно было сделать нахлёст 40 сантиметров и просто залить его клеем я еще и связывал не получилось что по всему кругу одна цельная арматура всем еще связанная в трех листах арматура шестерка первый ряд я намучился автор ряд додумался сам на ю тубе там люди ходят с пакетами черными до пихают клей и мажут я использовал бутылку додумал сам да но это мне писал в комментариях что я тупой я сначала шпателем наношу раствор бутылку а потом из бутылки ношу на стены когда можно сразу это написал человек который по ходу дома еще не строю просто шпателем чтобы ряд сделать не уходило больше часа а бутылка я все это сделал буквально за 15 минут поэтому я не знаю кому как в принципе это не инструкция по видео это просто я рассказываю как я строил свой дом ну и далее конечно же мы топим арматуру в клею а не наоборот если клей нанести сверху арматуры то нижняя часть может остаться без клея ну и потомки вот эту арматуру я простыку его стамеской чтобы все частички все уголки полностью заполнились клеем процесс несложный поэтому и тело его довольно быстро а вот с пятого ряда началось самое интересное с ног уже работать не получалось и сильно очень сильно чувствовалось нагрузкой тяжесть блока вся нагрузка приходилось к вам на плечи и на спину вот тут я уже буквально в своем смысле ночевал стоя спина ужасно болела потому что пока вы днем работаете в напряжении нет не чувствуется такой нагрузки когда вы поднимаете блоки а вот ночью боль возвращалась поэтому берегите спину носите пояса ну и также армируем тут в принципе ничего нового сразу же перейдем повыше продолжим разговор уже с перемычек то есть принципе с первого по 11 ряд все простенько дальше пошло им подходим к 11 12 ряда начинаются дверные перемычки тут уже многие посоветовали мне ложить стальной уголок его делать не стал ну как бы потому что назвать грамотно потому что никого не слушал сделаю сам а просто потому что железный уголок он хоть и в маленьком количестве но он деформируется то есть лето до плюс 30 и зимой когда минус 30 это будут два разных размера уголка на глаз это будет не видно но все же деформация происходит поэтому я уже решил сделать внутренней из внутренней примычку который сделать и арматуры и пояса вырезав п-образные блоки и сделав опалубку и уже непосредственно эту опалубку я уже подкрепил по образные блоки блоки вырезал бензопилой а не покупал да так же кто часто спрашивает почему я не купил потому что один блок п-образный куплен в магазине стоит 550 рублей без доставки а если вы вырежете сами он будет стоить вам 150 рублей разница в три раза а мне их на дом нужно было 160 штук то есть я переплатил бы 40 с чем-то тысяч так как и нищеброд для меня это большие деньги но вот таким не хитрым способом скрепил это скажем так корыто газоблока связал арматуру из также шестерки и утопил только в отличие от внутри перегородных перемычек дверная вернули я утеплю пенопластом пенопластом двоечкой вот что тут у меня с этим ошибка кто сейчас смотрит возьмите на заметку утеплять нужно минимум пятеркой это не я придумал это мне подсказали опытные строители пятерка отградит от мороза любую вашу толщину а вот двоечка уже ну скажем так возможно там не будет грибок и промерзание это уже по факту эксплуатации почти закончил первый этаж непосредственно теперь нужно сделать точнее сделать а нарезать п-образные блоки 72 штуки пила мне сломалась ну кто по кто смотрел помнит там полетели подшипники поэтому я пришел ножовку прочным трудом за два полных выходных я напилил г-образные блоки потому что обычно пилой п-образные в принципе нельзя напилить то есть из двух из двух г-образных я делал одну п на период 72 штуки сколько мне нужно было в принципе так это было бы очень легкий конструировать и собирать его было в принципе одно удовольствие если один ряд я делал за один день то сборка вот этого полублока у меня в принципе полдня от него единственная когда дел углы немножко заморочился я делал не внахлёст как многие делают а вот таким диагональным мы будем об этом переходим корма пояс корматуре делаем заготовки из сетки и вяжем уделять внимание на вязание я не буду поэтому в принципе ничего сложного нету да кстати на будущее некоторые посоветовали сначала связать арматуру а потом готовы туда положить если вы делаете будете делать один это вам не получится вы просто поломаете все свои п-образные блоки поверьте я пробовал поэтому вязать приходится прямо на месте и не и также я утеплял пеноплексом двушечкой а нужно было пятеркой но посмотрим как какие будут морозы так у меня блок 400 получается 10 сантиметров у меня занимает там газоблок два сантиметра пеноплекс а нужно было делать по 10 сантиметров не всего а с каждой стороны газоблока плюс 5 сантиметров у меня но должен быть пеноплекс и оставшиеся получается 25 сантиметров должен быть был армопояс ножка по-другому ну поставку поясах армопояс подымаем балки перекрытия балки использовал 10 на 15 то есть 100 на 150 подымал их вручную одну часть балок я топил в газоблоке поэтому для проветривания отпиливал под углом 45 градусов одну часть вот таким образом напилил одну часть она будет полностью утоплю а вторую часть уже непосредственно будет под балконом не оставлял скреплял эти балки между собой я шпилькой куда кстати скреплять нужно не на одной оси а именно диагональ ну то есть на разных уровнях это делается за тем чтобы если вдруг пойдет трещина у вас доска по всей плоскости не треснул когда вы делаете диагонально то есть вероятность что трещина коснется одну-две шпильки но не все три просверливал смазал смазался битумной мастикой либо праймером просто нет его было в излишке с работы принес поэтому смазал праймером с двух сторон на стыке зачем не могу сказать я просто был под эйфории стройки поэтому сейчас не могу вам точно сказать чем-то делал и скреплял шпилькой шпильки были вот эти вот не ошибка шпильку нужно промазать битумом это по инструкции ну и стягивал с помощью двух гаек скрепляло до тех пор пока с двух сторон шайбы полностью не утопится нижнюю часть я тоже смазывал битумом и покрывал уже изоляции потому что при контакте дерево с камнем с бетоном железом нужна именно изоляция и бумажная либо на основе битума я на второй вариант взял скреплял степлером именно не внизу а сбоку если сделать внизу вы пробьете гидроизоляцию и все таким сырость будет проникать а вот тут у меня ошибка как видите это сейчас видите ту часть которая будет полностью погребена в стене торцевой часть мазать мастикой битум не нужно вот так выглядит готовое перекрытие уже когда все делаешь аккуратно для себя получается красиво насколько правильно тут не был косячок но теперь непосредственно начинаем мы не первый ряд а то есть топим наши балки вот те самые где ошибся промежуток между балками 58 сантиметров блок у меня 57 сантиметров потому что по пол сантиметра с каждой стороны балки занимала изоляция видите торцевую часть я вырезал специальные маленькие блочки закрывалами а та часть которую меня смотрит точнее который будет балкон торчит между блоком и гидроизоляции находится клей пена если будет холод либо жарко брусок внутри гидроизоляции сможет там по миллиметру немножко перемещаться ходить вот так выглядит готов вариант когда уже полностью утоплено насколько эффективно пропускает холод газоблок сочетании с пеной клеем гидроизоляции деревом я вам скажу позже процессе эксплуатации смотрится в принципе мощно но насколько мощно я пока не знаю пен кстати пен находится со всех четырех сторон балки ну а теперь нужно начинать первый ряд непосредственно я начинал свой начало первого ряда начинал тесно с формировки да кстати не потерять моих ошибок бегайте по настилу по балкам бегать такое удовольствие особенно после дождя стыках где сходятся две арматуры не об стамеской я расширял пазы потому что они лезли ладно переходим дальше 2 и последующие ряды после начала 2 последующего ряда чувствуется дискомфорт особенно когда вы бегаете по этим балкам если бы не строились так шаг и принципе достраивать будет то то другое но только не вы потому что вы после травм можете не оправиться после того как я поднял первую партию блоков и все так же по кстати по старому в доброму монтажу положил то что поднял я понял что в принципе дальше опасно работать без досок я прикупил точнее пир при разобрал которые уже были настила и сделал себе какое-то покрытие но не все кран так больше половины чтобы можно было ходить спокойно не падать особенно в дождь когда ноги на прочем на стиле монтаж идет быстрее но кран я также не заказывал блоки продолжал тягать вручную потому что манипулятор на стоит 10000 до тяжело до долго но когда у вас финансов не безлимитная карточка все-таки приходится либо самому либо с кем-то но мой вариант видите ну просто на предыдущие видео знает что это сейчас за картина почему я стою на блоке потому что 400 блока не было в наличии был только 300 поэтому я работаю не предоплате а по факту я закупил то что было а был только 300 это было не сочетание экономии а в сочетании скорости иначе бы закончил стены где-то в октябре я бы крышу накрыть не успел так как тепло подымает сверху вниз думаю это компенсируется заканчиваем центральную стену да кстати центральная стена 2 до 2 этажа она не 4 степени 300 она 250 потому что ну она не не сказать не будет держать такую нагрузку как первый этаж поэтому я положил боком и и нет ни четырехсотой плотности а 500 поэтому при этом очень прочная я то есть пробовал разбить кувалдой вот по такому состоянию не больно то получалось научившись на предыдущих ошибках армирование получала 2 этажа я делал уже по науке не из п-образных и не из г-образных блоков я просто пилил 5 сантиметровые скажем так маленькие блочки и уже из них собирал корыца на перил где-то я в принципе получилось еще больше экономия так у меня один целиковый блок выходила так получилось что я из одного блока дел 3 да кстати на глаз конечно видно что но как это сказать по-русски тут немножко накосячил получилось что нижняя часть у меня 300 400 толщина а верхняя 300 и поэтому верхней части я уже пеноплекс вообще не использовал потому что я думал что армопояс будет слабенький не выдержит но уже позже мне те кто меня смотрят сказали как для чего работает армопояс как правильного делать поэтому пока есть возможность говорю что армопояс в основном нужно делать высоту они в толщину поэтому кто еще не стал делать помните что лучше уже делать толщину 20 а вот в 130 я делал наоборот вязал я конкретно мне получилось 8 арматурин шестерок то есть этот конструкция там 8 арматурин в принципе ну как землетрясения здесь нету но я думаю выдержит просто рилка крыша выдавливает стены поэтому я решил перестраховаться в отличие от первого этажа в этом поясе есть шпильки шпильки нужны для крепления марла то ну в принципе здесь те кто смотрел меня ничего нового не добавлю поэтому давайте переходим сразу в концу сейчас давайте все это посчитаем сколько в теории сколько на практике да кстати не забывайте что когда вы залить армопояс ваша работа не закончилась и на протяжении недели неважно что на улице армопояс необходимо проливать тогда у нас будет без трещин как у меня мы не будем хвалиться ладно в общем вас трещин не будет будет все да еще улучшать бы накрыть пеленочкой ну ладно подводим итоги но теперь производим итоги того что построил и так закупка блоков зимой 345 тысяч рублей считаем первый ряд то есть это выравнивание цемент сетка фото туда и за 5000 рублей арматура на весь дом без армопоясов около 10000 рублей перемычки три оконные одна дверная 8000 рублей армопояс первого этажа 12000 рублей но читаем как полностью то есть с арматуры с цементом щебенка с туском армопояс второго этажа то же самое плюс шпильки шпильки м 16 дорогие 15 тысяч рублей так как мы женой пересмотрели и оказались от мансарды учился полноценный второй этаж а значит нужно было еще докупать блоки это было уже концу лета тому же не того сечения плюс 63 тысячи рублей перекрытие деревянные большие без использования плит то есть даже входят балки доставка разгрузка шпильки и биту биту 26 тысяч рублей но и самое главное что могли пропустить это клей блок на сопли не клеится еще плюс 20 тысяч рублей и так а итоговую сумму вы сейчас видите на экране а вот специальный ответ для тех кто сказал что проще было нанять людей и сидеть дома купить бамбук объясняю у образные блоки на которые столько времени потратил убил свое здоровье и так далее и тому подобное так вот у образные блоки не нужно было я специально посчитал станет для вас 161 штучка мне нужно самые дешевые не ютонговский стоит 550 рублей это без доставки опять же управляем 77 тысяч рублей вам в кассу естественно два дня работа куда там извините на французский ну и естественно самое главное найми таджика анти все сделают а ты работаю не хочу никого унижать оскорблять но и компания и рабочие и совета и те кто ходили по снт предлагали свои услуги не не буду называть никакой национальности скажу просто товарищи скажем так минимум 3 300 ну ладно так и до 4000 доходился куб из гарантии и по честное слово в общем округляем для 3 3 500 а мне нужно положить чтобы весь дом это 82 куба это мы не считаем кто будет делать перемычки армоплеса это то есть без этого участия чисто собрать газоблок 82 куба умножаем на 3 500 за куб за ихнюю работу двести восемьдесят семь тысяч рублей как итог сравните сколько я сэкономил как вы там выражаетесь грабис порча портя в общем расходы свои ресурсы физически как видите разница очевидна в принципе это почти мой годовой заработок не смысле метока маленькая зарплата а в смысле если вы посчитаете свою зарплату поскольку за год заработали при часть съедаете часть уходит у вас на нужды то есть на хлеб на еду на бензин на проездной вот скажем так чистыми за сумму нет не получился получил бы меньше поэтому в принципе я сэкономил год работы настройки у себя ладно не будем о грустном сам был лёха всем хорошего дня пока пока на следующей неделе мы также посчитаем всю мою кровлю всем счастливым м и и Редактор субтитров А.Семкин